Что? Простишь, окажешь, украине срока. Повно. 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 Горя, закокует! Что же это делать-то? Привет, дорогие зрители моего канала. Сегодня у нас 8 марта, а поэтому, милые женщины, поздравляю вас с праздником весны. Желаю вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть сбываются все ваши мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки. Ну и, естественно, главной героиней моего видео в этот праздничный день будет прекрасная женщина Елена Лукаш. Итак, по последним данным Государственной службы статистики, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь составила 61 миллиард гривен. И это еще без оплаты электроэнергии. Ну и эксперты предполагают, что эта задолженность населения будет расти и дальше. Вот такая неутешительная ситуация складывается в Украине. И вот в студии первого независимого канала Елена Лукаш рассказала, как могут пострадать жители Украины в случае принятия Верховной Радой закона, который депутаты Слуг Народа уже подали на рассмотрение Верховную Раду. Действительно, в Верховном Совете зарегистрирован законопроект Слуг Народа, Лаба и Костюха, связанным со взысканием, с принудительным взысканием задолженности. Наконец-то дождались. Да, друзья, наконец-то мы дождались, что при президенте Зеленском начнут в принудительном порядке взыскивать задолженность у малоимущих и пенсионеров, которые не в состоянии оплатить грабительские тарифы. Как он будет работать? С момента вступления закона в силу, то предприятие, которому вы задолжали, будет идти взыскивать всю сумму, и старый долг, и новый долг, и проценты пеня, которые вводят с этим законом, и уже вот эту сумму с вас будут взыскивать принудительно, в особом порядке. Ну и хорошо, ведь мы же прекрасно понимаем, что платить за жилье и газ не смогут именно самые бедные слои населения. И в том числе, в первую очередь, как я уже говорил, малоимущие пенсионеры. Неужели народные депутаты партии Зеленского этого не понимают? Или придя к власти, они уже напрочь забыли свои обещания служить народу? Подобная социопатия, она в целом очень свойственна слугам, и действительно, они предусматривают в этом проекте не только штраф и пеню, а и возможность лишиться последнего, единственного жилья или земельного участка при наличии долга, любого долга, который не оплачен на протяжении трех месяцев. Трех месяцев. И тогда уже может быть принудительное взыскание. Ну, теперь уже становится понятно, кого мы выбрали в Верховную Раду. Все эти фотографы, тамады, недалекие фермеры, над которыми мы с вами смеялись в Верховной Раде, теперь решили кинуть нам ответочку. Теперь они решили превратить жизнь простых украинцев в сущий ад. И как неудивительно, но с этим согласен и президент Зеленский. Тише, кажучи в Украине срока. Повно. Повно. Ну, а теперь давайте посмотрим, чем грозит неуплата за коммунальные платежи в течение трех месяцев, если этот ужасный закон все же примут. Для того, чтобы взыскать было проще вам действительно запретят пользоваться транспортом собственным, вам арестуют этот транспорт, если он есть, вам перекроют ваши банковские счета, вы не сможете выезжать за границу, вы не можете пользоваться оружием, но это такое уже охотничьим, это уже как бы мелочи. И действительно будет наступать взыскание, по мнению слуг народа. Ну, я согласен с такими наказаниями для тех украинцев, у которых хорошие зарплаты, и они тупо не хотят платить за коммунальные платежи. Ну, тогда не вопрос, их можно наказывать. Но тут есть одно но. Но Вьетнам постоянно и необоснованно повышают тарифы. И теперь даже те люди, которые получают среднюю зарплату, посмотрев свои платежки, просто ужаснулись. И следует отметить, что даже Юлия Тимошенко не удержалась и выступила с возмущенной речью с трибунной Верховной Рады. Потому что в этом зале панувала всегда коррупция. И сегодня она не просто панует, она сегодня махрова. Потому что в тот момент, когда я не могу уже какой-то день собрать подписи за позачерговую сессию щодо тарифов, 92 депутата 150, а скорее 450 поставили подписи. Я надрукую полный перелик тех, кто поставил тут подписи и кто хочет регулировать вопросы с тарифами и прекратить коррупцию на тарифах. Конечно, простые люди все это видят, и их возмущению уже просто нет предела. Люди уже просто не подбирают слова в выражениях, потому что прекрасно понимают, что ошиблись в своем выборе. Ну если он дурак, так он дурак. Клоун. Он ничего не сделает, ничего не сделает. И я абсолютно согласен с Еленой Лукаш, что люди поставлены в невыносимые условия. И сейчас уже действительно можно назвать постоянное повышение тарифов налогом на жизнь. Потому что никаким другим образом отобрать у населения деньги. Фактически то, что они делают, это налог на жизнь. На жизнь в стране. Это никак не связано с тарифами. Потому что их обосновать никто не может. Это налог на жизнь. Для того, чтобы этот налог собрать, нужно поставить вас в невыносимые условия и перед выбором выживать или платить. Так власть на это и рассчитывает. Власть понимает, что менталитет у наших, особенно пожилых людей, еще тот. С тех старых времен. Власть рассчитывает, что наши люди последние деньги понесут, чтобы рассчитаться за коммунальные платежи. Лишь бы не быть должным государству. И, кстати, механизм начисления долга там такой, что сам черт ногу сломает. Допустим, сегодня закон вступает в силу. Завтра на вас подают в суд. Всю же сумму долга вам вменяют, да? Передоблэнерго или каким-то горгазом. Всю сумму. Плюс проценты, плюс пеня, плюс неустойка. И вот, пожалуйста, вот вам вся сумма. Более того, в законопроекте написана странная фраза, что государственный исполнитель пересчитывает раз в месяц сумму долга. Я не очень поняла, как это. Вы понимаете, когда слышишь вот такие вещи, то понимаешь, что депутаты от слуг народа принимают законы против своего народа. То есть они принимают законы под олигархов, от которых получают каждый месяц зарплату в конвертах. Но никак не для своего народа. А теперь давайте послушаем просто шокирующие цифры. Посмотрите, Государственная аудиторская палата проверяет нафтогаз и спокойно говорит, прямых убытков 75 миллиардов, а нарушений на 225 миллиардов. Как вам? Как вам? То есть на себе они не экономят. А вот взыскивать последнее имущество они готовы. Ну вот такая политика. То есть понимаете, что получается? 225 миллиардов разворовали, а теперь эту дыру в финансах решили закрыть за счет народа. То есть за счет нас с вами. Я и думал. Именно это я и полагал. То есть нас заведомо хотят поставить в такие рамки, чтобы мы понимали, что они будут воровать, а другие, то есть мы с вами, за все это будем платить. Вот такой закон предложили слуги народа. Это опасный, унизительный и несправедливый законопроект. Еще раз вернусь к тому, что основными нарушениями, связанными, то есть с Нафтогазом это незаконное примирование, незаконное кредитование, непрозрачные тендерные схемы. Подождите, вот там возьмите деньги, вот там они лежат. Напомню, что обо всем этом Елена Лукаш рассказала в студии совсем недавно созданного телеканала «Перший незалежный». Об этом не будут вам рассказывать на телеканалах Коломойского или Пинчука. Об этом могут свободно говорить только независимые журналисты, которые сейчас собрались на телеканале «Перший незалежный». Это канал, где живет свобода слова, где не врут о победах власти и не поют дифирамбе Зеленскому, где каждый может сказать все, что думает. И мне лично очень импонирует, что на этом канале собрались журналисты, которые не сдались после закрытия оппозиционных телеканалов, а объединились в новом проекте. Поэтому в очередной раз прошу моих зрителей поддержать журналистов «Перший незалежный» и подписаться на их ютуб-канал. Ссылочка будет в закрепленном комментарии под видео. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч!